Всем здравствуйте! Сегодня приехала в город и поснимать, а ещё в 3 часа сегодня у Али будет праздник. И пока ещё до праздника есть время, хочу погулять и поснимать. Вот это здание главпочтампа. Находимся мы на улице Зарифа Алиевой. Здесь дом-совет, с той стороны бульвар, а здесь отель Хилтон. Ну вот, машину оставили здесь, сейчас пойдём немножко пройдёмся по городу. Бывшее здание главпочтампа, сейчас здесь на первом этаже раньше была главпочта, а теперь находится бизнес-центр. Здание перенесли. А вот в том здании, когда-то читал лекции, я вам уже рассказывала, Владимир Маяковский. Здание построено немцами, в готическом стиле. Очень архитектурно красивое здание. Сейчас пойдём по этой улице. Очень красивое здание. И хорошо, что это здание сохранили. Сегодня погода подводит. Очень сильный такой ветер. И холодно. Совсем не сравнить. Вчера была жара, ходили с короткими рукавами, а сегодня вот так вот холодно. Праздник я вам расскажу. У Альки праздник должен был быть раньше, перед Новрузом, но того, что полкласса заболело, и праздник перенесли на эти дни, на сегодня. Ой, какое здание. А напротив этого здания, если вспомните бакинца, Динамо, спорткомплекс Динамо находился здесь, он также и остался. Здание осталось. И сделали из него отель, представляете? И так и называется Динамо-отель. Вот. Динамо-отель Баку. Спорткомплекса, к сожалению, уже нету. Вот тоже здания здесь проходят. Здесь проходят разные детские представления, мероприятия. А вот это вот старая. Осталась такая вывеска, ее не убрали. Не сказала вам, что это здание называется Шахрияр Меденет Эби, здание Дом культуры имени Шахриярва. А раньше, если я не ошибаюсь, это был Дом культуры имени Ленина. Вот, идем дальше, к метро Сахилю. А вот это здание с зеленой крышей, его не было здесь. Это построено... Здание было не так давно. Построили отель. У нас в городе идет полным ходом подготовка к формуле. Вот сейчас дальше увидите. Везде поставили ограждение. Совсем немного осталось. Отель называется Интерконтиненталь. Также вот здесь, в самом здании отеля, продаются дорогие суперкары автомобиля Ламборджини. Но если вы захотите подойти и сразу заказать и купить машину, это будет невозможно. Так как заказать машину вы сможете, и придется ждать автомобиль полгода. Вот, подошли к метро Сахиль почти. Вот та часть метро Сахиля. Сейчас пройдем через пешеходный переход и пойдем дальше в центр. Сегодня у меня такая будет прогулка. Давно центр города не снимала. Вот, хотела вам еще заснять подземный пешеходный переход. Он новый. Находится тоже. Вот сейчас спустились. Пешеход идет до бульвара. А на противоположную часть попадает. Противоположная часть к метро выходит. Вот здесь такой вот эскалатор очень удобный. Чтобы разгрузить, когда большой здесь поток людей, можно встать на эскалатор и вот так проехать. Ну и кто себя плохо чувствует, у кого тяжелые вещи, тоже очень удобно. Вот тот пока ремонтирует, а этот работает. Здание напротив метро. Вот подошли к метро Сахиль. Сейчас пойдем дальше. Вот это все огородение к формуле. Вот это здание тоже новое построили. Вот идем в сторону города. Вот здесь дом офицеров. Он так и остался. Здесь группы танцев. Разные секции по танцам, по шахматам, по карате. В основном танцы. Это улица Самет-Вургуна. Вот там табличка даже написана. Улица Самет-Вургуна. Идем в сторону Малаканского садика. Вот на первом этаже здесь всегда располагалась травматологическая. Сейчас травматологию убрали. Я вам снимала. Здесь открыли центр книги. Можно заходить, читать книгу. Это все бесплатно. Рассказываю тоже в основном для бакинцев, которые проживают здесь. Очень интересные книги. Можно почитать детскую литературу. Всевозможные. Энциклопедии. Разные словари. Я снимала вам уже этот центр. Очень он мне нравится. Можно сидеть безлимитно читать книги. Внизу на первом этаже есть также кафе. Заказать что-то, чашечку кофе, посидеть. Также с книжкой почитать. И тут же на месте можно и приобрести книгу. Детские книги очень хорошие. Раньше была травматология. Как-то я была маленькая. Около трех лет. Папа купил билеты в цирк. И мама меня спешно одевала. И в этот момент комбинезон неудачно хотела мне одеть рукав. И получилось, что у меня ручка, сустав вышел. И тут же сюда привезли. И никакой цирк уже, конечно, мы и не пошли. Идем в Малаканский садик. Здесь тоже вот этот ресторан. Его никак не закончат ремонтировать. Идет ремонт. Посмотрите, какой красивый Малаканский садик. Ухоженный газон и здесь. Вот в городе как-то теплее. Ветер меньше дует. И уже лучше. Вот видите, очень много туристов с России гуляет. А раньше эти фигурки были бронзовыми. В моем детстве. Какие? Вот давай отсюда пойдем. Не по центральной, а вот через цветы. По аллейке. У Альки сегодня скажут ответ по МСО, по математике. Такая хитрая. Говорит, если я, говорит, хорошую оценку получу, ты меня сразу после праздника отведешь, говорит, покушать. Ну, а я ей говорю, а если плохая оценка, сразу глаза опускает и начинает плакать. Боится. Домики для голубей. Они всегда здесь были. Просто сейчас их обновили. А так всегда в Малаканском садике были домики для голубей. Ну, вот такой вот ролик. Это первая часть ролика. Сейчас буду снимать дальше центр.